всем намасте сегодня второй день в непале вчера до 2 часов ночи я монтировал этот первый влог вы можете посмотреть его на нашем канале подписываемся сегодня уже 8 30 мы идем монастырь у нас аудиенция с рим паче а после этого мы едем на своем был одна из тоже важных значимых ступ на которые мы должны попасть и сделать на ней кору неожиданно все наши планы поломались со ступами обходом ступ оказалось что сегодня будет чан и сок и нам дали разрешение на его съемку что в принципе не так часто бывает очень раз в год поэтому упускать такую возможность было вот в общем отсняли сейчас у нас есть небольшая пауза два с половиной часа мы вернемся да еще на цоге нам сделали вот такие всем презенты и ночи смешно конечно тут чипсы сок какие-то конфетки шоколадки обязательно все надо съесть это все освещенное да ну что ты скажешь я ничего не могу сказать да все случилось как всегда сейчас и здесь вообще сегодняшний влог получится такой какой-то спонтанный и несуразный возможно сейчас идем домой нужно зарядить всю технику и вернуться к трем часам но сегодня есть еще один неиспоримый плюс мы вспомнили как называется приложение для заказа такси это приложение потал если вы ловите такси с руки вот такое вот то цена по городу будет блок то цена по городу будет в три раза выше чем через приложение а также через приложение вы можете заказать вообще мотоцикл если вы один а может и вдвоем два мотоцикла Что будет дешевле, еще, наверное, 5-7 раз. Мы обязательно еще прокатимся. Пусть нам ехать в другие монастыри, ехать на ступы. И покажем вид Катманду из салона авто. Хотя, конечно, пешком ходить, это совсем другое дело. Непальский фитнес-клуб ведет лично сам Майк Тайсон. Вчера мы сняли собак, которые здесь наблюдали. Мы узнали, что они наблюдают за голубями. Сегодня целый день, причем, да, никуда не уходя. Сегодня приходим в ситуацию таза. А голубь всего один. Да, и, друзья, не забываем, что сегодня чудесный день. 24 февраля это день Будды Амитапки. И это день такой достижений, славы, праздник, связанный с Буддой в Шакьямуне. И в этот день все ваши заслуги умножаются в 100 тысяч раз. Поэтому вечером мы будем зажигать светильники. Вы можете принять в этом участие, сделать подношение. Все контакты оставлю в описании. Так как в Катманду не существует другого времени, как здесь и сейчас, поэтому опять наши планы все переигрались. После цога, отснятого цога, мы едем... Меня немножко отвлекли от дела. В общем, мы решили, мы едем в Своямбунацк. Или по-другому, это Манки Темпл. Храм обезьян. Но по названию нетрудно догадаться почему. Едем на север в Катманду, в одну из самых больших стук, сделать короб. Мы вышли на центральную улицу для того, чтобы отсюда заказать такси. Отправка у нас с той стороны дороги, поэтому нам нужно ее перейти. Это сделать очень просто. Вот так. Есть еще вариант поехать на локале, это на местном автобусе. Алло. Своямбу. Своямбунацк. 400. Короче, договорились с чуваком. За 450? Окей, спасибо. Приложение показывает 538. В общем, сэкономили соточку. Таня, ты же любишь ездить на такси? Да. Или на автобусе больше? На автобусе аутентично. Ты помнишь, как мы с тобой поехали на автобусе? И уехали в другую сторону вообще. Поэтому я не хочу рисковать сейчас. В общем, поездка заняла у нас 20 минут. Стоимость, ну, примерно 3,5 доллара. Вот решайте сами, дорого это или нет. Расскажите, сколько стоит поездка в вашей стране. Чтобы точно узнать длину коры на Своямбу, я решил воспользоваться навигацией. Врубаем поход и погнали. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Марабан крутится, мантра читается, заслуги накопляются, корма очищается. В округ храмового комплекса расположено много монастырей, разных линий и школ. В одной из них, сколько уже два года назад, да? Почти два. Почти полтора года назад мы проходили Нюнгне. Очень хочется заглянуть туда, но обязательно только в следующий раз. Это Вадар Гур. Вадар Гур. Вадар Гур. Ваджара Гуру. Ваджара Гуру Падмасиддиху. Ом. Ом. Ом Ахум, Ваджара Гуру Пемасиддихум. Мы закончили кору, время заняло 1 час и расстояние 2,5 км. Я хотел еще идти. Ну, можно смело сходить еще, я думаю, да. По новым сведениям. Но мы идем зажигать светильник. По новым сведениям, оказывается, кору на слоямбе нужно пройти 13 раз. Понятно, 13 раз. Друзья, мы вернулись на воду. Как обещали, будем поджигать светильник. Хочу сделать подношение за наших друзей, за Екатерину Размова из Торонто. За наших друзей, Катю и Андрея. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok